Ага. Вот теперь включил. Так, ну что. Значит, я хотел, на самом деле, дорассказать немножко про геоданные, в частности, доделать то, что у меня не получилось в прошлый раз, и показать еще одну штуку, с которой я пару лет назад долго возился. Значит, давайте я сейчас восстановлю кусочек, который мы в прошлый раз обсуждали. Значит, мы обсуждали два пакета для рисования карт. Один пакет Folium, другой IP Leaflet. Ну, в частности, мы в какой-то момент вынуждены были перейти на Google Cloud, потому что не у всех установилась Geopondus быстро, по крайней мере. И в связи с этим, да, Айтам сам на Google Cloud почему-то не заработал IP Leaflet, они его не адаптировали под Google Cloud. Зато заработал Folium, и несмотря на то, что он заработал, мне все равно не удалось сделать то, что я пытался, но вот сейчас я разобрался, в чем-то у меня были ошибки. И сейчас могу вам это показать. Значит, давайте я, наверное, что сделаю? Значит, давайте я, наверное, сейчас просто расшарю этот Google Cloud, что ли. Так, интересно, как это сделать. Можно ли как-нибудь расшарить? А, вот здесь кнопочка Share. Спасибо. Значит, вот вы можете открыть этот самый коллаб. Значит, обратите внимание, что я здесь написал первую строчку. Значит, в прошлый раз она была написана просто вот так. Я делал просто people install и дальше несколько пакетов. Но в какой-то момент я обнаружил, что если я устанавливаю пакеты с помощью вот такой команды, то они у меня устанавливаются не в последней версии. И в частности, Folium у меня был здесь установлен не в последней версии. Так что давайте мы сделаем вот так. И еще раз все это дело запустим. Вы можете просто скопировать, наверное, мой ноутбук. Так, это мне, наверное, не нужна ячейка. Как бы ее грохнуть. Значит, еще раз скачаем данные. Так. Вот это надеялось. Продолжение следует... Продолжение следует... Не знаю, как быстро раскомментировать серию строчек здесь. Почему-то у меня не работает комбинация клавиш, которые должны это делать. Видимо, command slash. Так, сейчас эта штука запустилась, хотя не должна была, потому что я снес эту штуку. Значит, смотрите, это та штука, которую я в прошлый раз безуспешно пытался построить. Значит, давайте посмотрим, что здесь произошло. Во-первых, я использую фолиум, создаю карту. Дальше я создаю вот этот объект фолиум coroplet. Это как раз контурная карта, на которой разные регионы помечены разными цветами. И дальше здесь нужно... Значит, я передаю здесь у нее два параметра. Geodata – это тот DataFrame, в котором будут очертания тех областей, которые я рисую. И просто Data – это тот DataFrame, в котором будет информация про то, какими цветами чего закрашивать. То есть те числовые данные, которые мы хотим записать. И дальше, значит, нам нужно как-то... Ну, вот в данном случае у меня эти два DataFrame – это, на самом деле, один тот же DataFrame. Но просто потому, что вот я изначально в этот DataFrame добавил все, что мне было нужно. Значит, я на всех случаях здесь делаю ResetIndex, потому что я сейчас хочу использовать вот этот столбец name, который у меня изначально был индексом, но я хочу по нему делать запросы. И чтобы эта штука меня поняла, я хочу его превратить в обычный столбец. Вот. Ну, в частности, здесь есть тот самый... Та самая величина, которую мы в прошлый раз сюда добавили. Значит, это та самая величина, которая вычисляет количество пунктов пополнения карты тройка в данном районе Москвы. И, значит, если вы вдруг не видели предыдущего занятия, просто нужно выполнить вот этот код. И давайте я на всякий случай еще раз брошу ссылку на этот коллаб, чтобы она у всех была. Значит, и вы получите те же самые данные, что и у меня. Значит, давайте смотреть, чего здесь есть хорошего еще. Значит, во-первых, вот эта штука, это я указываю, какие колонки вот в этом датафрейме будут использоваться для того, чтобы нарисовать, ну, для того, чтобы нарисовать мою контурную карту, откуда брать данные. Значит, здесь обязательно должна быть пара из двух элементов. Первый элемент – это колонка ключей, а второй элемент – это колонка уже значений, которые там есть. Вот в данном случае я просто говорю, что вот из этой таблички мне нужно в качестве ключей использовать название района, а в качестве значений использовать вот то, что написано в колонке антролика. И следующий важный параметр вот этот, я с ним долго пытался понять, чему он должен быть равен, чтобы все заработало. Проблема в том, что этот самый фолиум чудесным образом не выдает никаких сообщений об ошибке, по крайней мере, тех, которые можно было бы понять, если здесь написано что-то не то. Он просто не работает так, как надо. Значит, вот оказывается, что здесь должна быть написана, ну вот как бы у меня здесь изначально некоторый геопандасовский датафрейм, и я долго его убеждал, что в качестве той колонки, которая идентифицирует объект на этом датафрейме, нужно использовать его имя. То есть я хочу, чтобы вот эта вот колонка совпадала с вот этой колонкой. Ну, в данном случае они физически, это одна и та же колонка, но он просто воспринимает эти два датафрейма как бы как два независимых датафрейма. Поэтому ему нужно объяснить, по какому, ну как бы, как делать, как делать мэтч между двумя датафреймами. Вот, и вот здесь нужно было обязательно написать feature.properties.name. Дело в том, что если посмотреть на то, как выглядит вот этот датафрейм, если его превратить в GeoJSON, давайте я это сделаю. Значит, можно просто сделать вот так, toJSON. Ну и давайте я его... Вот, здесь возникает, значит, здесь создается какая-то ужасно длинная строчка, которая содержит весь этот, всю эту табличку в виде JSON. Ну, и вот тут видно, что, значит, как этот JSON устроен. Значит, у меня есть type feature collection, который просто объясняет, что это за JSON такой. А дальше есть вот это features, это списочек моих объектов. И каждый объект здесь называется feature, и видно, что у этой фичи есть, например, ID, есть тип, что это feature, а все остальные колонки, они записаны внутрь еще одного словаря, который называется properties. И вот это самое имя, которое name, вот оно. Значит, ну вот оно здесь записано в виде каких-то unicode, но это, в общем, не страшно. Можно посмотреть, что конкретно там записано. Для этого можно сделать вот такую штуку. Давайте я возьму features.0 properties. Ну, вот видно, что действительно в этом properties хранятся вот ровно те самые колонки, которые у нас есть. И поэтому вот здесь, когда я пишу key on, я должен написать не просто name, а я должен написать как бы полный путь к этому самому name. То есть я должен сказать, что это какая-то фича. Вот эта фича точка, это просто обязательно с него всегда все начинается. Внутри него нужно найти properties, и внутри этого properties нужно найти name. И только в этом случае оно срабатывает. Значит, дальше здесь нужно задать какую-нибудь схему. Значит, это называется... Короче говоря, нужно задать палитру, в которой он будет рисовать. В данном случае я задал палитру, которая называется yellow-orange-red. Значит, вот, собственно говоря, она здесь будет отображаться. Вот тут видно, как она выглядит. Можно какую-нибудь другую палитру задать. Например. Нет, не такую. Значит, есть такой проект Color Brewer, в котором описывает разные палитры. Давайте посмотрим, какие они там бывают. Нет. 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 Здесь, видимо, название просто так не вытащишь. Ну, хорошо, можно просто посмотреть в документации этого фолиума. Значит, вот они все эти палитры. Ну, допустим, я хочу вот такой вот yellow, green, blue. Вот другая немножко расцветочка. Она такая, кажется, конечно, менее удачна, потому что слишком сливается с фоном карты. Непонятно, где здесь зелененькая, потому что лес, а где зелененькая, потому что числа соответствующие. Ладно, давайте вернем к той карте, которая была раньше, yellow, red. Вот, ну вот, значит, здесь можно задать, как называется соответствующая величина, которую мы тут рисуем. Ну и вот видно, что получается такая симпатичненькая, раскрашенная в разные цвета карты. Вот, ну, что-то похожее мы делали с помощью IP-лифлет, но вот с помощью фолиума тоже можно. И вторая штука, которую я хотел показать, и которую у меня тоже не получалось в прошлый раз сделать, не с помощью чего, а теперь получилось вроде бы. Значит, это нарисовать, ну, собственно говоря, нарисовать все точечки. Значит, давайте я пока сделаю это вот так. Значит, я беру тот самый JSON, который мы получили. Значит, где он у меня тут создается-то? Да, ну, вот он здесь создается, тройка JSON. Тот самый JSON, который мы получили с портала открытых данных, это частный GeoJSON. И я просто создаю, значит, вот этот фолиум GeoJSON, это один из способов, как можно просто отобразить любой GeoJSON на карте. Ну и давайте посмотрим, что получается. Значит, у нас сейчас я сюда подсунул JSON, который состоит из отдельных точек. Ну и видно, что вот он мне нарисовал кучу маркеров. Каждый маркер соответствует одному пункту, где можно выполнить карту тройка. Вот. Ну, если я не хочу рисовать такое количество маркеров, потому что маркеры очень крупные, и если я хочу посмотреть на эту картинку с высоты птичьего полета, то можно вместо маркеров подсунуть, ну, как вместо вот таких маркеров подсунуть какие-нибудь другие маркеры. И, в частности, значит, можно сделать вот такую штуку. Значит, здесь я говорю, что я хочу нарисовать маркер просто с помощью кружочков. Давайте сделаем какую-нибудь... Хорошо, как он сейчас будет выглядеть. Вот. Значит, вот такая вот штука получается, и тут прям все совсем наглядненько и симпатичненько. Значит, один кружочек — это один пункт пополнения. Вот. Ну, надо сказать, что у вот этих библиотек, фориум и IP Reflet, там много всяких возможностей. Можно, например, группировать точки в кластеры, если их там много в одном месте, так, чтобы появилась бы одна точечка, на которой написано, сколько там она символизирует. Можно добавлять всякие интерактивные штуки, когда вы просто кликаете на объект, он вам сообщит какую-то информацию про объект. В общем, все что угодно. Более-менее любую такую интерактивную карту, которую вы где-нибудь видели, можно реализовать с помощью таких вот инструментов. Скорее всего, она с помощью чего-нибудь такого и реализована. То есть единственное, что если вы, например, создаете такую карту и вешаете ее на какой-то свой сайт, тут нужно иметь в виду, что вы при этом используете, используете на самом деле разные сервисы, но вот в частности мы сейчас используем здесь. Самые по себе данные, вот в данном случае это данные OpenStreetMap, но в OpenStreetMap лежат просто, ну, фактически OpenStreetMap это просто вот база таких объектов, но дальше для того, чтобы сделать из этой базы объектов уже конкретную картинку, нужно эту картинку нарисовать, это можно сделать там разными способами, и, собственно говоря, вот сейчас мы, я, честно говоря, даже не совсем понимаю, кто именно, от кого именно мы получаем вот эти вот картинки, ну, то есть мы их не сами рендерим, мы вот, вот, вот эта вот штука, как бы тут какой-то джаваскрипт, который обращается к стороннему серверу и просит этот сторонний сервер сгенерировать картинку, которая соответствует вот тому месту на карте, в которой мы сейчас смотрим. Никто, как бы, полностью карту вот в таком разрешении не хранит, просто потому что Земля большая, и хранить все это в виде растровых картинок очень затратно, и их постоянно перегенерировать на основе этих данных. Но при этом тут, естественно, возникают всякие ограничения, типа того, что вы, если вы будете делать слишком много запросов в единицу времени или у вас какой-нибудь, в общем, там нужно дальше читать конкретные условия, на которых разные серверы вам предоставляют доступ к вот этим вот самым, они называются tiles, кусочком карты, для того, чтобы вы могли такие картинки рисовать. В общем, возможно, что если вы делаете какой-нибудь большой сайт, то вам нужно будет купить какую-нибудь лицензию на использование соответствующего IP. Но вроде для таких частных нужд все работает достаточно неплохо автоматически, и более-менее ничего делать не нужно. Вот. Значит, это я показал в фолиум. Значит, похожую в роду штуку я пытался сделать с помощью IP.leaflet, но там на самом деле была глупая ошибка, и я ошибся с названием переменной, точнее, с названием аргумента. Это... Сейчас давайте я найду тут свой ноутбук, который я мучил вчера. Есть именно тут. Да, вот они эти. Так, это пиддек. Вот. Собственно говоря, то же самое, что я делал сейчас с помощью фолиума. Здесь сделано с помощью лифлета. И, значит, вот тут вот я, наконец, смог добавить точечки. Надеюсь, что он мне сейчас выдаст что-то хорошее. Вот. Значит, у меня здесь ошибка была в том, что я здесь пытался создать объект geogson, но вот здесь вот в качестве аргумента писал geodata по аналогии с вот этим краполетом, а нужно было написать просто data. И, в общем, наверное, полчаса я пытался понять, почему у меня в одном ноутбуке все работает, а в другом нет. Оказалось, что это вот такая печатка. Вот. Значит, это вторая штука, которую я хотел показать. Вот. Третья штука, которую я хотел показать, вот какая. Смотрите, значит, ну вот с Москвой все понятно. На карте Москвы мы умеем рисовать всякие картинки. Допустим, я хочу нарисовать какую-нибудь карту России. И, допустим, на карте России что-нибудь там сделать, как-нибудь по-разному отметить разные, допустим, субъекты федерации. Что мне в этом случае нужно делать? Ну, значит, первым делом хочется найти, опять же, описание границ субъекта федерации. И это, в общем, несложно сделать. Это все, эти все данные лежат примерно везде. Ну, давайте я сейчас скажу, что конкретно можно было бы найти сразу же. Так, сейчас, значит, как эта штука называется. Собственно говоря, можно поискать файлик, который называется russadm1.shp. Почему он такой? Ну, я просто знаю, что под файлом с таким названием можно найти соответствующий файл с границами субъекта федерации. Значит, они, ну, собственно говоря, что-то я сейчас такое нашел. Я не знаю, что за сайт geobandaries.org. Но вот здесь видно, что здесь бывают файлы разных, с разными цифрками. Цифры показывают как бы степень подробности. То есть у вас может быть там ноль. Это самое, это может быть просто граница России целиком. Один, это может быть граница субъекта федерации. Два, это более мелкое деление. Три, это еще более мелкое деление. Ну, и видно, что размеры файлов увеличиваются. Ну, давайте откуда-нибудь скачаем какой-нибудь russadm1. russadm1. Значит, shape-файлы – это один из видов файлов, в которых есть геоданные. Хотя здесь можно, видимо, и JSON раздобыть. Ну, ладно, давайте возьмем этот shape-файл. Давайте я его скачаю. Надеюсь, что он нормальный. Например, наверное, можно не скачивать, а можно просто с помощью геопандоса открыть на него ссылку. Давайте посмотрим, что здесь. Так, че он нормальный, геопандоса. Так, че он нормальный, геопандоса. Не хочет. Ладно, давайте пробую его скачать и открыть другим методом. Так, че он нормальный. так давайте им тоже ссылку кино и быстро нагугливается так так ну вот врать скачали и давайте попробуем его открыть с помощью сейчас как-то делается сейчас если я просто локально попробую открыть он откроется нет не хочет а что там такое за файл может быть он не был to open так видимо нужно еще код файл скачать не только этот но еще и какой-то шкс ну давайте скачаем его тоже там вроде есть кажется с гео соном работать пораше о заработала так только это какой-то печальный файл потому что в нем нету в нем ничего кроме геометрии нет что ли печально ну ладно тот эффект который хотел показать здесь скорее все равно проявится сейчас почему там 95 субъекта федерации и не знаю возможно что это не очень новый файл или наоборот не очень старый я хотел сделать да смотрите на самом деле эффект который я хотел продемонстрировать вот он видите как россия выглядит когда я его рисую получается получается вот такая штука дело в том что способ спроектировать эту самую карту на плоскости чтобы нарисовать он но бывают разные способы это делать как я уже говорил и по умолчанию здесь используется такая проекция в которой вот этот вот кусочек кусочек россии что там чукотка что он оказывается ну то есть линия линия разреза проходит по нулевому меридиану и в связи с этим получается вот такая вот штука что у нас кусочек россии оказывается на другой стороне карты и на сказать что я потратил несколько дней несколько лет назад пытаясь разобраться с тем что с этим делать и как бы мне просто с помощью вот такой вот команды нарисовать все-таки карту россии так чтобы она была бы нарисована нормально оказалось что для этого нужно использовать для этого нужно переделать режим проектирования и дальше то сейчас будет магия собственно говоря у этот самый режим проекции называется называется crs и можно посмотреть как этот crs устроен так чем не хочет мне показывать а тут он вообще никак не устроен интересно видимо какой-то кривенький шейп файл но хорошо и если я попробую его переконвертировать во что-нибудь я понял в этом шейп файле изначально не было указано какой там тип проекции и поэтому он не может его спроектировать в другую проекцию давайте-ка я попробую найти правильный файл откуда я его брал раньше уху давайте попробуем отсюда скачать возможно что это будет лучше нас интересует вот эта ссылочка на административное территориальное деление вот эта вот штука меня интересует 103 мегабайта сейчас она мне скачаются с кем страшным умением скачалась не знаю только у меня так значит это zip файл надо его раздеть ну давайте посмотрим что здесь есть в этом в этих шейп файлах так тут ничего не нету о тут что то есть так вот следующая проблема что все кириллические названия выглядит очень странно но ладно это мы сейчас я думаю поправим наверняка здесь можно сказать что мы его открываем в другом энкодинге я надеюсь да ура тут видимо даже не это видимо не не границы субъекта федерации а более мелкие границы так ну хорошо давайте посмотрим установлены здесь crs да вот значит вот здесь вот установлена тот режим в котором значит в котором все дело сохранено опять же если я попробую это нарисовать кстати видно что картинка немножко другая но проблема связанная с тем что она обрезается вот таким образом сохраняется здесь скорее всего использована не знаю суть по всему это проекция меркатора но в общем давайте попробуем его переконвертировать в правильную проекцию конвертируется и можно можно про теперь нарисовать его смотрите какая красивенькая какая красивенькая россия получилась так какой файл открывать значит после того как вы скачали давайте еще раз покажу ссылочку на давайте я просто пишу ссылку которую я скачал значит вот она это вот эти шейп файлы и дальше я открыл вот админ level 3 не знаю почему они предыдущих уровней не открываются или или открываются ну-ка если я вот такую штуку попробую открыть что там будет почему-то админ level 2 нету а вот 3 есть ну давайте 3 будем открывать вот начну собственно говоря теперь можно уже рисовать всякие разные штуки с помощью значит вот после того как мы перевели наш файл вот в эту значит вот в этот способ отображения в эту проекцию дальше уже можно приджойнивать к этому дата фрейму всякие всякие разные другие данные ну-ка интересное здесь есть западный уральский федеральный округ крымский федеральный округ здесь админ level только 3 или какие-то другие тоже есть ну да видимо это как раз непонятно что это так и здесь всего а это федеральная округа я понял это только федеральная округа а если я хочу не федеральная округа а по следующего уровня то мне нужно видимо четвертый уровень да четверто это будут уже субъект федерации я забыл что у нас еще федеральная округа есть не важно значит не Sullivan не очень понятно что такое сумска ну ладно на остальное вроде правильно в общем какие-то как какое-то административное территориальное отделение можно отсюда вытащить ну а дальше можно джей нескими другими данными и рисовать сейчас интересно здесь есть к здесь есть про них информация вот здесь есть population давайте сделаем ну вот пожалуйста разукрасили как-то в зависимости от популяции она и правда воспринимает популяцию как не числовую переменную ладно давайте сделаем числовой переменной так что так там какие-то на на давайте мы сразу эти на дроп ним него так вот по себе но тоже какие-то более-менее содержательной карты получаются вот но на самом деле если захочется нарисовать такую карту но если мне это если мне нужно будет это это делать регулярно то я напишу какой-нибудь скрипт типа такого а если мне это нужно будет сделать один раз то я сделаю другую штуку это тоже штука из серии на самом деле можно и не уметь программировать и все равно делать какие-то красивые вещи значит есть такой сайт который называется data wrapper и давайте я про него тоже скажу два слова это штука с помощью которой можно безо всякого программирования рисовать довольно красивые картинки и в частности здесь можно рисовать карты в какой-то момент мне понадобилось быстро нарисовать карту где опять же показать разными цветами что происходит в разных субъектах федерации и я к тому моменту помнил что рисование карта россии в питоне вызывает какие-то трудности и поэтому вместо вместо этого пошел сюда на data wrapper и дальше здесь можно просто что-нибудь сделать какие-нибудь данные ну ладно давайте я сейчас возьму какую-нибудь табличку собственно говоря можно просто взять табличку а сейчас можно попробовать взять вот эту же табличку и сохранить ее допустим скажем в смысле в смысле написанной латиницей и возможно они сейчас пригодятся на им на имен например давайте попробуем тоже сохранить ну допустим я загружу сюда и и и и и и и и и Так, ну вот она автоматически распознала популяцию как популяцию. Видно, что она распознала, что это числа и текст как текст. Ну и давайте попробуем дальше это дело визуализировать. Значит, и я хочу в качестве способа визуализации использовать карту. А где здесь карта? Нет, это все, конечно, хорошо, но у нее уже были карты. А, вот. Карта. Так, в тех данных у нас был, кажется, Крым. И мы возьмем тут карту тоже с Крымом. Добавим данные. Добавил субтитры DimaTorzok Так, это он пытается установить по region number. Ну ладно, кажется, мы сейчас получим что-то очень странное. Почему-то он не позволяет выбрать именно имя в качестве. Так, что я сделаю? Ну ладно, допустим. Давайте попробуем region number использовать, вытащить из той таблички, если она там есть, если эти номера там есть. ИСО коды. Непонятно. Не очень понимаю, почему она не позволяет мне сметчить именно по названиям, а не по номерам. Хотя казалось бы, чего ей не нравится, непонятно. 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 Ото разуме, почему она не знает. Непонятно. 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 びstoим. Непонятно. так это вроде бы сработало колонка популяция интерполяция то все 5 10 ну короче что то мне кажется что иногда проще запрограммировать дайте я попробую вручную пить какие-нибудь числа просто чтобы увидеть что это все работает что может быть я нужно все-таки переименовать в рашенейм и и и и и и Да зачем мне region number-то, я не понимаю. Продолжение следует... Продолжение следует... Один называется Russian Name, а другой называется Population. Он, правда, не нашел кучу столбцов. Ну ладно, хоть что-то же он нашел, я надеюсь. О, ура, наконец-то, хоть что-то да нарисовалось. Давайте посмотрим, что получается. Ну вот, получилась какая-то такая карта, теоретически даже можно сделать ее интерактивненько, чтобы она что-то подсказывала. Ну, в общем, можно обойтись и без программирования, если немножко потыкать здесь на всякие кнопки. Вот. В целом, Data Vryper довольно приятный инструмент. Ну вот у меня сейчас что-то с первой попытки не очень хорошо все тут заработало. Но, значит, действительно, с помощью него можно рисовать картинки довольно шустро. Вот. Хорошо. Что еще вам такого рассказать? Про карты, наверное, я все рассказал, чего знаю. Ладно, давайте, у меня осталось 15 минут. Давайте я скажу два слова вообще совсем про другую тему. Ну, смотрите. Я все время... Есть такая тема, про которую я все время хочу рассказать, и все время не нахожу ей места, потому что она имеет довольно слабое отношение ко всему остальному курсу. Но, тем не менее, мне кажется, что она забавная. Потому что в Питоне есть система компьютерной алгебры, библиотека, которая делает систему компьютерной алгебры. И с ее помощью можно делать все, что угодно. Например, давайте... Давайте что-нибудь сделаем. Значит, вот так можно раскрыть скобки. В алгебраическом выражении можно взять функцию и разложить ее в ряд тылора до 10-го члена. Можно решить уравнение. Можно решить систему уравнений. Что еще можно сделать с математикой? Какие еще операции можно придумать? Естественно, можно производную посчитать какую-нибудь, раз можно в ряд разложить. Можно посчитать не обязательно первую производную. Допустим, можно посчитать 20-ю производную. Дифференциальные уравнения какие-то тоже можно решать. Только тут уже становится хитрее. Значит, есть the solve. И здесь нужно... Значит, как записываются уравнения здесь. Дифференциальные... f равняется function. f штрих равняется derivative f по иксу. И дальше можно сделать... Допустим, f штрих равняется f. Решите относительно f. Нет, не так. Видимо, это должно быть все-таки вот так и вот так. нет. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Так, я хочу хоть один какой-нибудь пример. Дериватив f от x x f от x f равняется... Я здесь зря вот так написал. А вот здесь можно сделать вот так. Теперь можно сделать вот так. Дериватив f is not callable. Дериватив f от x. Дериватив f is not callable. Неруда какая-то. Хорошо, если я просто сделаю вот такую вещь. Так работает. Хорошо, если бы у меня была бы вот такая штука. Тоже работает. Почему он мне не работал раньше? Значит, у меня была какая-то вот такая вот вещь. f штрих. А, видимо, нужно вот так сделать. В общем, да, некоторые уравнения можно решать дифференциальные, но не все. То есть линейное уравнение он умеет решать, еще какие-то умеет решать. Ну вот, например, хорошо, если я попрошу его решить вот такое вот уравнение, он справится. Ну да, такой тоже умеет. Ну, в общем, какие-то умеет решать уравнения дифференциальные. Чего еще можно сделать с математикой? Какие еще математические задачи? Можно попросить решить какое-нибудь кубическое уравнение. Ну вот, как правило, результат решения кубических уравнений выглядит примерно вот так. То есть толку с них никакого. Ну, хорошо, давайте что-нибудь более содержательное можно сделать. Допустим, можно работать с какой-нибудь линейной алгеброй. Допустим, я могу объявить матрицу. Допустим, можно сделать такую вещь. И, например, я хочу найти, при каких значениях х вот эта матрица является вырожденной. Значит, я могу сделать так. Ну вот, при таких значениях х матрица вот такая является вырожденной. Или, например, я могу в общем виде записать обратную. Вряд ли это будет чем-то хорошим, но я могу. Ну, в общем, более-менее все, что угодно. Все, что более-менее не слишком сложено с точки зрения придумывания метода, решается с помощью ручки бумажки. Можно с помощью Python решить вот так буквально в одно действие. Не знаю, какие еще вам задачки хочется так порешать автоматически. В общем, примерно как в AlpharmAlpha, только в Python. Можно посмотреть, как собственные векторы зависят от X. Ну да, там же кубическое равнение сейчас приходится решать, поэтому это она сейчас долго будет делать. Ладно, это я, может быть, загнул насчет поиска собственных векторов в зависимости от параметра. Ну, хорошо, ну давайте я что-нибудь проинтегрирую. Вот, пожалуйста, проинтегрировал. О, боже мой, ну ладно, это я заряд, конечно, сделал. Эта функция неинтегрируема в элементарных функциях, а вот эта интегрируема. Вот. Ну, хорошо, еще можно сделать, например, такую штуку. Есть, например, число p, и Simpa его воспринимает как честное настоящее число p. Но если вы хотите его напечатать, какое-то количество знаков после запятой, то можно использовать метод evalph, а дальше можно сказать, что я хочу, например, 500 знаков после запятой числа p, или 5000, или, в общем, сколько угодно. В общем, если вам нужна точная математика, то в питоне она тоже есть, не только приближенная. Например, если вы будете использовать питон для того, чтобы найти корни синуса, то он не будет выдавать никаких приближенных нулей. Честно скажут, что вот корни 0 и π. Правда, для таких вещей лучше использовать не solve, а как-то называется, solve set. set solve. Часто забыл, как функция называется. Субтитры создавал DimaTorzok солнце так и называется без видите тут ответом является честное множество она не теряет корни позволяет корректно обрабатывать такие вот штуки вот ну а то очень что-то вам показал сегодня наверное на сегодня все я думаю вам какую-нибудь домашку про геодонные сделаем на празднике чтобы было не скучно все тогда до свидания а